Уважаемые слушатели, вот уже много лет я занимаюсь индивидуальной изменчивостью и разработкой как инвазивных, так и неинвазивных методов оценки интеллектуальных возможностей человека. Ну, в самом простом случае, который сейчас мы уже обрабатываем материалы, он связан с неинвазивными эквивалентами, которые мы разрабатывали с группой ученых для оценки энергетических возможностей управления мозга. То есть насколько человек может, собственно говоря, вести себя адекватно. То есть он может творчески прилагать свой мозг к решению тех или иных задач или нет. Но, кроме этого, есть инвазивный способ. То есть в каком смысле? Если взять, построить томограф, который сейчас стоит около 2-3 миллиардов долларов, и засунуть туда человека, то в рамках вот этой как раз книжечки, которая у меня вышла уже «Семья память не изменяет» пятым изданием «Изменчивость и гениальность». Да, это уже пятое издание. Можно разобраться, что у него в голове. Не в области психологических ужимок и прыжков, а с реальным строением его мозга. То есть у него вообще способности есть или нет. Но это дело будущего. И вот как раз в рамках дела будущего очень многие слушатели, а некоторые читатели моих книг, особенно где я касаюсь проблем церебрального сортинга, гениальности, изменчивости, созревания мозга детей, как вот в этих книжках «Морфология сознания», очень многие ко мне обращаясь искренне, пытаясь помочь, говорят о том, что надо бы вот мне не рассчитывать на какую-то политическую волю чиновников или еще кого-то, обратиться непосредственно к светилу прогресса современного, дорогому Илону Маску, который, собственно говоря, и любит заниматься такими вещами. Я много времени не отмалчивался по этому поводу. Ну, потому что действительно человек там чего-то делает, как-то хочет что-то совершить, и ему хватает как бы энергии для того, чтобы это делать. Но на самом деле это все не так. Два слова надо сказать о том, что мы имеем и на чем это все построено. Кто он такой вообще? Что он, собственно говоря, сделал-то? Илон Маск, он 71-го года рождения, родился в Притории, в ЮАР. О нем написано очень много. Инженер, программист. Но, правда, об этом говорят как так вскользь. Сразу говорят о его необычайной гениальности, построенной на SpaceX, на электромоторчиках с батарейками китайскими, которые называются Tesla. Нейролинк, OpenIL, Twitter куплены и прочие всякие замечательные организации. Что вот мол, где какой он гениальный? Это мне напоминает чем-то так называемого создателя Apple, которого выгнали отовсюду. И на самом деле только Билл Гейтс, когда решил заработать на Apple. В общем, пригласил его по новой создать вот эту самую штучку, которая сейчас такая модная. Вот с Илоном Маском ровно такая история. Ну, во-первых, он тот еще инженер. Он перебрался в 17 лет уже оттуда в университет в Куинсе. Это такая редкая дыра, должна вам сказать. Ну, и уж потом, значит, он уж закончил в США. Вот этот вот самый университет, который написан во всех его бумажках. То есть, причем, многие говорят, он хотел там делать докторскую инсертацию. Да, конечно. То есть, получив степень бакалавра, то есть бокоплава, как есть в названии этого ролика. Он, в общем-то, с трудом, как я понимаю, получил высшее образование, что не мешало воспользоваться опытом его брата и заняться бизнесом. Вот тут дело пошло намного лучше, потому что его брат Кимбл, он, собственно говоря, создал ZIP-2 программную. И в 99 году, а надо сказать, что это специфический год, кому надо, тот разберется. Они загнали компании компакт за очень приличную сумму в 300 с лишним миллионов долларов, которая потом быстро превратилась во что? В PayPal, что, собственно говоря, всем и хорошо известно. Потом он бросился, естественно, заниматься экологическими технологиями. Ну, в 2008 году была создана фирма SolarCity. А в 2015-м Apple All. Но дело не в этом. Дело в том, что 16-го года он занимается нейролинком. Это вот один из моего ключевых направлений, о котором я сегодня и поговорю. Ну, до этого надо сказать, что, несмотря что перед нами человек без степени, бакалавр, причем с таким крайне сомнительным образованием, значит, он стал в 2018 году членом Лондонского Королевского общества. Вот так вот делаются академики из больших обыкновенных бокоплавов, у которых есть деньги. При этом самое главное достижение его, это, конечно, его электромобильчик на батарейках, и SpaceX. Дело в том, что SpaceX – это отдельная история, потому что широко известна в США женщина, которая сейчас управляет этой всей компанией. Это Гвинн Шотвелл, собственно говоря, которая с неуемной энергией этим всем занимается с 2002 года. Надо сказать, что договоренности возникли довольно рано между непосредственно Илоном Маском и НАСА. Дело в том, что в НАСА, в общем, произошел большой кризис в начале нулевых. Там работали отличнейшие специалисты, которых много я знал лично. Но после прихода к власти Барак Обама там появились афроамериканцы, которые вообще, по-моему, ничего не знали даже о космосе. То есть, с их точки зрения, видимо, космос – это что-то мистическое, это только повод расхищать казенные деньги. Сдвинуть их с места, как вы понимаете, до сих пор нельзя. Попробуй тронь негра в США. Поэтому они сидят на этих прекрасных натруженных местах, своими натруженными задницами, и совершенно всем ясно в Америке, что никаких дел, кроме разворовывания бюджета, не будет. И вот тогда было, собственно говоря, и принято решение, что надо найти какого-то внешнего кенгуру, который бы выполнял функции НАСА. А НАСА бы отчитывалось. Ну и действительно, это был найден такой. Зовут его Илон Маск. И в шестом году, уже в 2006 году, еще не сделав ничего, он победитель проектов, так называемый КОЦ, хорошо известный. 396 миллионов долларов, так, появились у нашего бокоплава. Что же, 40 этапов было рассчитано, все проверялось, потому что он вызывал большие сомнения, поскольку ни образования, ни знаний, ничего, кроме сомнительной репутации, за его душой не было. Ну и в 2008 году, значит, это дело привело к Falcon 1. Тут уж в НАСА вот эти самые ребята, которых привел Барак Обама, я помню, когда я увидел эту команду, пришедшую на смену настоящим специалистам НАСА, которые много лет этим занимались, я ужаснулся. Нет, не из-за того, что их английский напоминал какое-то даунтановское кокни лонновское. Нет, не в этом дело. В том, что они вообще не понимали, зачем туда пришли. Ну, потом быстро сообразили и занялись деньгами. Так вот, значит, что дальше происходит? А дальше происходит такое, что только Falcon, значит, начал шевелиться. Тут же НАСА, организовав SpaceX веселую команду, запустила 1,6 миллиарда долларов в его компанию. И вот тут он уже у нас быстро превращается в выдающегося космического деятеля. А здесь надо два слова сказать. Это, собственно говоря, что за деятельность-то? Деятельность, та, с которой начался этот ролик, это те самые обложки журналов техника молодежи, где эти все идеи, многоразовые корабли, посадка на морских площадках, многократно обсуждались в СССР. То есть, нового-то он ничего не придумал. Он воспользовался знаниями человечества. Причем, почему человечество было представлено в основном нашей страной. Таким образом, если говорить о космических проектах, то это просто-напросто человек, который мимо больших специалистов имени Барака Обамы занимается космическими программами за американские деньги. Причем там на некоторые проекты собирали по 9 миллиардов. Сколько из них там ушло реально на проекты, сколько на каталки с батарейками, я не знаю. Но, в общем, так или иначе, наш добрый бокоплав превратился в одного из самых богатых людей мира. Но, как говорится, культ личности, он бесконечен. Поэтому довольно быстро у него появилась новая компания, которая касается меня непосредственно, и из-за которой многие мне советуют обратиться к этому странному человеку. основан в 2016 году так называемая компания Нейролинк. А в 2019 она, собственно говоря, вылезла на поверхность. Ее стали, так сказать, цитировать и рассказывать о том, как они интегрируют мозг человека с машиной. Вот посмотрите на картинку из техники молодежи тоже. 1995 года, когда еще Илон Маск у нас, так сказать, созревал. Как вы видите, эти идеи, они настолько старые и тухлые, что ничего нового из себя не представляют. Но скажу больше. Уже в 99 году и в 2000 я был на конференции, о чем уже говорил, нейрохирургов Средней Европы, это специально, чтобы американцев и японцев не пускать, которые рассматривали свои проблемы. Они как раз, там были несколько докладов из Чехии о том, что у них уже есть несколько лет наблюдений того, как они имплантировали те самые чипы в очень сложное место, которое является в глубине человеческого мозга, в стволе, так называемые кохлеарные или слуховые ядра. Электроды выводились наружу, под височной кожей формировался небольшой детектор, который позволял генерировать звук, то есть воспринимать звук и передавать с амплитудой и частотой характер для звуковых сигналов в слуховое ядро. Люди начинали различать звуки, то есть от сегодняшнего дня, от этого события прошло 25 лет. Операции были удачными, о них было доложено. Поэтому здесь новизна интеграции мозга человека с компьютером является, как бы так сказать, потухшей новостью, хорошо известной еще до того момента, как Илон Маск почувствовал себя величайшим ученым всех всего мира и окрестностей. На самом деле там все различия сводятся к двунаправленности сигналов. То есть идея такая, что он будет туда и сюда передавать, то есть не просто в мозг, но и оттуда. Но это отдельный разговор. Ну а откуда вдруг у Илона Маска такая тяга к мозгу? Тяга к мозгу называется Беджамин Иванович Рапопорт. Кому интересно, тот найдет в интернете этого персонажа. То есть это хирург, врач, который занимался гематомами, травмами, который удалял опухоли. Причем ничего такого интересного-то он не делал, как все хирурги. Занимался эпилепсией. Больница называется Маунт-Синай в Нью-Йорке. Известное очень местное место. Он работал, работал, а потом вдруг бах и занялся интеграцией мозга. Ну ему там парочка помощников завелась, которая, собственно говоря, с ним вместе вдруг неожиданно в 12-м году опубликовали известную статью. Это Якуб Кадзецкий и Рахул Сарнешкар. Вот эти два парня решили, видимо, повторить подвиг чешских ученых. И, значит, от колебаний коры электромагнитных наш с вами дорогой Рапопорт перешел уже к интеграции. То есть, по сути дела, вот эта статья 2013 года о маломощной архитектуре аналоговых схем для доказательства для дозированных нейронных сигналов, то есть, являющейся практически полной копией чешской работы, по сути дела, я не знаю, знаком он или с ним, но я боюсь, что знаком. Вот они, значит, занялись этим делом. В чём состояла идея? В соответствии с мурзилками, которые были разрекламированы во всём мире, мы видим, что они хотят интегрировать в кору. Причём, если посмотреть, в какую кору они собираются интегрировать, то это просто поражает воображение. Куда? Дело в том, что ни у дорогого Рапопорта, ни тем паче у Бокоплава Илона Маска никаких знаний на эту тему нет. И эти демонстрации на свинках и обезьянках, они, конечно, могут убедить кого угодно, только не студента второго курса какого-нибудь мединститута или биологического. Дело в том, что они собираются сажать. Куда? В моторной области. Ну, там, где проще, туда и пихать надо. Это же ясно. Маленькие, тоненькие. Причём тут электроны тоненькие? Вы чего хотите оттуда получить? Чтоб нога задёргалась? Ну, да, это да. Вы можете снять сигнал о том, что она двигается? Да, как у свиней. Это такая новость, подтухшая на 70 лет. Это делалось. Восторга это не вызывает, никаким результатом не приводит. Вы что хотите? В сенсомоторную кору ввести? И чего вы там будете изучать? Сигналы, приходящие от сухожилий, мышец, связок и суставов? Вот это вот комплекс вы будете изучать. Бред какой-то. То есть, иначе говоря, это чистая профанация, за которой стоит потрясающая безграмотность самого Илона Маска и ещё большая безграмотность этого найденного в Нью-Йорке нейрохирурга, который взял на себя ответственность за все эти безобразия. В затылочную кору, если они будут вводить эти тонкие электроды. Ребята, зачем вам двунаправленный сигнал? Вы чего будете в коре делать? Вы будете имитировать галлюцинации? Причём, чтобы попасть в кору, действительно, надо маленькое количество электродов. Но кора-то вот такого размера, зрительная. Что вы там смоделируете? Надо ко всей коре приводить. Сигналы приходят ко всем нейронам миокортексов. И то только от одного глаза. Но поскольку грамотностью ни один, ни другой, ни их помощники особо не обладают, это всё-таки псевдоэлектрофизиологи, псевдо-транскорниальные стимуляторы, они, значит, в общем, сейчас они уже почувствовали, что может запахнуть жареным, могут их прихватить за бубенчики. И поэтому, конечно, сделали ту же фирмочку отдельную. Ну, как бы под нейролинком, да, а в то же время прецизию добавили туда Майкла Магера, и которые стали говорить, что мы будем делать имплант только в кору, чтобы он вообще электромагнитные сигналы снимал. Ну, то есть жульничество и развод чистой воды. Первые люди не специалисты. Они не понимают, чего делать, не понимают, куда вживляют. И не понимают, чего они собираются снимать, какие сигналы. А в-третьих, это история, протухшая 25 лет назад. Про хиндиада. То есть перед нами Илон Маск, который, собственно говоря, как в области космоса занимается прохиндиадой, то есть на самом деле является просто подставным лицом НАСА-вских коммерческих программ. Ну, потому что там деньги, которые им там передавались и передаются, они просто являются государственными деньгами, которые хотят сделать, чтобы их не украли по дороге. Вот и всё. Ну, достаточно увидеть Старлинк, 19-й год. По 60 спутников там выводится за раз. Надо 12 тысяч собрать. И в 21-м году, естественно, ему перечислили 316 миллионов. Ну, так, примировали немножко. Ну, а для чего? Для того, для чего Старлинк-то? Для отслеживания баллистических ракет и гиперзвуковых ракет. Догадайтесь, сколько тут же пришло неожиданно от анонимных частных пожертвователей на Старлинк? Конечно, вы прекрасно меня понимаете. 9,9 миллиарда. Это только зарегистрированных средств. Ну, нетрудно стать миллиардером, если ты кормишься из резервной системы США. Да, собственно говоря, такая же точная история и с нашим дорогим Илоном Маском по интеграции с электродами. Ну, поскольку они уже, по сути дела, отказались от своей дурацкой затеи, поскольку она ни к чему не приведёт, это гарантированно. Значит, они вот решили вживлять поближе к мозгу, но не в мозг. Правильно бояться? Плохо кончится это для этой всей компании. Мне остаётся только удивляться, как простые обыватели, которым доступна вся эта информация, могут вестись на такое разводило. Ну, это прям АОМММ какое-то. Ну, надо сказать, что кроме... Есть и фирмы, которые уже вживили. Просто об этом не говорится. Инеркосмос. Есть такая фирмочка. И там тоже тот ещё артист. Мирон Гребец, который лечит уже с 22-го года втыканием электродов в мозг от депрессии. Тоже чудо-десно. Там денег собирается не меньше, чем у Маска. Так что это обычная. Прохиндиада околонаучная, характерная для Соединённых Штатов Америки. По этой причине, уважаемые слушатели, не обнадёживайтесь такими клоунами, как Илон Маск или его подвижники. К сожалению, за этим скрывается просто витринная деятельность НАСА, ну и некоторых, так сказать, авантюристических реализаций неких авантюристических проектов на тему «А вдруг получится». Ну, так бывает. Поэтому с такими орлами, как Маск, Рапопорт, в области исследования мозга мы не придём никуда. Я считаю, что это просто заморачивание головы, поскольку никаких результатов, естественно, не будет. Наши физиологи, электрофизиологи, которые занимались этими вопросами, в общем, получали примерно те же самые материалы 40 лет назад. И я по молодости участвовал в этих экспериментах, помогал вводить те самые электроды. Всё это хорошо и давно известно. А вот то, что делает Илон Маск, это очередная финансовая прохиндиада. Ну, своей стороны могу сказать, что, по-моему, вот это вот, если брать его космические опыты, то, конечно, с моей точки зрения, все эти его спутники интернета, поскольку они работают против наших вооружённых сил и приводят к убийству наших граждан, должны быть все уничтожены. У нас такие ресурсы есть, я думаю, и их надо пошире применять. В космосе, как известно, нет атмосферы, и удобства для лазерных систем боевого типа раскрыты полностью. Я думаю, что после первых трёх сотен сбитых спутников, старлинков, Илон Маск, как бизнесмен, быстро поумнеет и откажется от своих нехороших затей. А так, самому Илону Маску я могу пожелать только заниматься тем, что он больше всего любит и умеет. И это, к сожалению, не наука. О его успехах в области биологических процессов говорят только девять детей и множество жён, которых он осчастливил и теперь содержит. Вот, мне кажется, надо ему не отрываться от этого благородного занятия и удвоить число потомков, а не лезть в те области, в которых он абсолютно не разбирается и наносит огромный вред, в том числе мировой науке. И самое главное – возбуждает ненужным образом мозг обывателей, протухшими десятки лет назад затеями. Но бизнес есть бизнес. В Америке это проходит. У нас тоже есть поклонники этого человека, которые удивляют меня как собственной безграмотностью, так и отсутствием минимального здравомыслия. Ну, так и нежелание читать. Поэтому могу пожелать чаще пользоваться колофой, больше думать о том, что вам навязчиво впаривают, и меньше, так сказать, поддаваться различным сказкам, которые мы так все любим. Удачи вам! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok